всем приветики у нас сегодня 4 собеседование ки вей сегодня собеседуем ивана уже второй раз собеседую я и бонус вопросик будет от алексея как всегда у нас сегодня introduction разоворчики ни о чем потом у нас сегодня новая рубрика blitz вопросы в лиц вопросы от иван должен будет за минуту ответить на вопрос на 5 вопросов готов его получается у тебя будет пять минут до пару теоретических вопросов два или три потом один практический вопросик поиграем у нас будет задачка по тестированию бонус вопрос от алексея алексей готов алексея смайлик когда мы дойдем до этого вопроса уже да как всегда фидбэк и будет у нас еще сегодня новая рубрика ретроспектива да мы будем смотреть фидбэк твой с прошлого интервью и смотреть как ты исправился работа над ошибками ретроспективка на получается если есть на чем работать если нет на чем работать получается как всегда рекомендации фишечки от препода домашечки все как положено ну полетели для тех кто первый раз у нас на собеседовании у нас весело всегда вот такие вот у нас люди приходят и уходят а ивану все тот же и с лёхой рекомендация от препода советую youtube подкасты слушать небах афича там они на часик полтора разговоры в основном ну там сильно много нового не узнаете но вы крутитесь в айти сфере в айти комьюнити и просто на фоне там обедаете кушать готовите где-то в ванне чилите вместо музычки включили подкаст слушаете впитываете от супер-пупер сеньоров информацию это про тестирование там тестирование автоматизация не все подряд обсуждают ноги советую так хорошо хуис ху иван уже не буду повторяться с прошлым видосом сильно растягивать лучший студент 2022 года все экзамены мне сдал все лекции посетил все домашки сдал сейчас начал поиск работы собеседуется несколько компаний делает тестовые прочее прочее все как положено ну и собеседуется со мной так и лёха здравствуйте лёха лёха независимый эксперт этого собеседования с бонус вопросом так хорошо блиц вопросики иван что такое ретроспектива как разбираем свои ошибки что было хорошо сделано что не хорошо сколько времени в дальнейшем это будем тратить на что тратить время не будем разбор ошибок разбор ошибок хорошо неплохо тебе лайк привезу вот в ответочку так хорошо это ретроспектива потом разница между бокал и сэшн сторожем значение разница в том что сэшн скорость работают в одной вкладке то есть каком вкладку закрыли все пропали пары ключ значения local storage хранится вечно пока мы сами его не угадали можно сделать ромбе полуза в плите чем там залетели почистили что надо посмотреть хорошо ну то есть локал 40 хорошо это был следующий мой вопрос как кто чистить локал сторожи когда он учащается хорошо мы можем поставить на local storage expiration date дата стекания сроков я понимаю да ручками программист все может принципе ручками программист все может да да ну вообще там да окей ну прям как на кэше там нет такого что экспорт такого нету да отлично ну давай я тебя уже старшу какие какой тип данных можно сохранять в около сэшн сторожи строка хорошо если мы там хотим джейсон сохранить можно сейчас это пуке чисто строка здесь я понимаю строка можно подумать да можно разная данная ходить по факту мне понимаю правильно вот можно кидо форм до всего джейсон чик я думаю споря сколько там ограничение символа это что не помню но будто бы тоже возможно так окей я тебя поправлю что в локал сторожи ты сначала правильно ответил потом я начал чуть дальше копнул и ты и ты закопался потому что в локал сэшн сторожи можно только строки кроме тебя и джейсон там можно хранить но джейсон приводить к строке по моему да а потом когда вытаскиваешь из локал сторожи то обратно приводишь парсишь из такие джейсон получаешь на хорошо понял но ответ правильный принципе неплохо но немножко вот ну это это не а но здесь про и троспективе ты тоже принципе я забыл дать бэк тоже все ответил все супер смотрим на ошибочки то что мы с тобой сегодня в конце собеседования будем делать хорошо двести первый статус код это какой так а после какого метода какой метод должен отправить фронт-энд чтобы получить двести первый статус код пост да то есть сохранить данные хорошо понимание есть это меня радует все хорошо молодец иван так есть еще какие-то блиц вопросики уау еще один блиц вопросик иван хит что такое что указывается в http и федоре контент так сперва пробую без конспекта если будет у меня ошибка то я за 20 секунд найду какие форматы какие форматы используем хорошо и какие мы можем использовать формату данных различные хорошо три примера хотя бы mp3 mp3 avi и mp4 таки пускай будет ну в чем не форматы данных окей хорошо расшифруй мне и чтепли что такое это формата и милость друг друга и ну ладно не то ничего окей пускай будет главное понимать все остальное можно найти главное понимание и гипертекст что передается по ищите пи какие данные по http надо протокол с помощью которого мы общаемся с системой да хорошо давай уточню вопрос просто иногда интервьюеры ты уточняй вопрос если ты не до конца понял вопрос что тебя хотят услышать ты уточняешь говоришь вы сейчас про вот это либо я не до конца понял вопрос можете пожалуйста уточнить это нормально то есть иногда я могу вопрос просто неправильно задать то есть я хочу от тебя что-то одно услышать а я неправильно вопрос задал задал и как того не туда уже начинаем копать поэтому уточняю уточняем пожалуйста какие форматы данных можно передавать по http да да ну ты же отправляешь что-то в request body правильно и в response body что-то получишь теперь я понял это может быть строка цифры форм дата текст джейсончик ну видишь это все указывается в контент так если джейсон отправляешь там будет application джейсон если текст отправляешь то там будет текст не помню как там точно если форм дата то там будет контент таки написано форм дата но это я не конкретно я говорю значение заголовка там просто они их очень много вот и все разные почте теперь говоришь мы хорошо почерпи мы можем видеокартинки передавать да в принципе да мы можем а он же называется у нас хипер текст хайпер текст до азарай это шоу ранее скажем так можно было только там моменты а сейчас можно любые данные отправлять хорошо раньше документы окей так ну хорошо да в принципе любые типы данных в контент-тайпе да вот все что хочешь можно запихнуть в http да раньше он используется использовался использовался только для html вот посмотрите вот если напишу html html вот смотрите ht ht гипертекст марком лэндвич маркап лэндвич до трансфер протокол html передается через http то есть изначально html создавали для передачи для передачи html основы так хорошо видишь как у нас blitz вопрос и уже растянулся на не blitz но неплохо хорошо мне понравился ответ так первое теоретически первый теоретический вопросик что такое кэш и какие типы кэша ты знаешь и что там хранится временная память часто запрашиваемые данные например там sbd на на клее вот они хранятся какое-то время и дабы не лазить каждый раз т.д. они отправляются с кэша вот это для для быстроты действия для быстродействия какие типы кэш и съестим мэмори кэш на самом супер быстрая память хранит наиболее часто запрашивается вот если говорить про сервак и ешь и есть примеру кэш радис вот тоже используется вот как сервак для хранения временного письки пищем после что даст на хорошо какие ты там назвал in my my риме потом что еще есть еще на браузере да обычно смотри обычно спрашивают тебя про кэш на собеседовании и от тебя хотят услышать браузер кэш а потом ты уже можешь развивать в кэш на серваке в redis кэш отдельный сервис потому что ты сейчас ты сейчас запутался я просто да в голове представлял схему клиент сервер архитектуры я так по привычке полез дальше запросам этим она была сначала в клеить и посмотреть да ну то есть логичнее было сначала поговорить про кэш в браузере а потом уже начать развивать и у меня уточнять вы еще хотите услышать про еще кэш на серваке например и как он работает да хорошо но в целом ответ принят были неточности ты сказал я прям себе выписал эту фразу in memory кэш на самом кэше я такой чего на серваке да то есть ты когда сказал фразу in memory кэш на самом кэше интервьюер бы сел такой и думает что он сейчас лапнул может интервьюер сам не знаю что такое in memory кэш если это тестировщик но я тебе серьезно говорю да то есть он как тестировщик может не значить а ты сказал in memory кэш в самом кэше интервьюер такой вот так чего вот это вот как вот курсы английском балалашики чееву да да из лекции да так хорошо такой кэш хорошо что может храниться в кэше ты сказал что это данные которые мы часто запрашиваем пример а куда я убежал это может быть верстка сайта это может быть логин пароль там примеру это картинки возможно какие-то документы тоже могут быть которым часто вытягиваем если мы там условный бухгалтер что еще это может быть это может быть что угодно ну вообще совсем что угодно такой язык страницы оформление страницы черный экран например на компаса 5 мы сделали нам черный к на черный он окей я себя просто записываю чтобы не забыть где тебя брать за одно место хорошо поехали ты сказал что логин пароль хранится в кэше это ошибочка ну то есть кто будет пароль франция или вообще да 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 пароль может храниться в браузере в менеджере паролей промо но это уже не от нашего это вордовский файлик мой сохраняется в кэше в котором мои пароли чего вордовские документики например держу на клауде а это ты хочешь так да 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 вылет потом ты сказал верстка сайта что ты хотел сказать верстках сайта хранится быстрее грузится когда он уже известен а ну то есть ты хочешь сказать html да да ну окей html стиле какие-нибудь да ты ну дальше ты уже начал больше по теме говорить картинки может даже видосики гифки за музыка стиле шрифты на принципе все что угодно все что мы передаем почти пиона может храниться в кэше подожди 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 ну в принципе да да хорошо но логин пароль не будет храниться в кэше ну да это из разряда типа первый блинчик надо пульнуть потом про белый черный фон ты начал что-то говорить давай развивать тему ну я тебе объясню у тебя здесь каша в голове ты сейчас начал говорить про local storage обычно в local storage и мы сохраняем такие данные например мы цвет на сайте поменяли либо язык поменяли на сайте и у нас это записи запишется в local storage либо это может даже в кулке записаться либо где-то на серваке но не в кэше не в кэше браузера хранятся файлы ну это так вот обобщенно грубо говоря в кэше браузера хранятся файлы которые мы получили сервака хорошо дальше я тут копать не буду какие хедеры контролирует этот кэш и так далее не будем копать оставим на будущее хорошо что может храниться в им мэмори каши на серваке из того что назвал стиле и прочее потому что относительно немного весит то есть это могут усылочки на стиле и прочее счастье маленькая может быть какие-то небольшое количество документов картинки где же банально тоже могут быть максимально часом условно запрашиваем но она там относительно немного весит вполне какие-то гибкие тоже вполне может быть такой кейс хорошо а можно я скажу я просто да конечно но все то же самое что и в обычной меньшее в объемах а в браузер кэш как-то время контролируется это контролирует да хорошо ну давайте мы не будем копать хедеры хотя могли но я это вам придется в конспект залазить ноке так хорошо давай фидбэк тебе дам пока шел принципе норм ответил то есть понимание есть но есть неточности есть пробелчики небольшие знания либо забыл либо реально пробелы потом опять же то что эти в прошлый раз говорил сумбурно ты начал про in-memory кэш говорить in-memory кэш в кэше какой-то redis кэш сервер браузер про браузер вообще забыл не сказал ну то есть понимание есть а потом есть неточности потом я тебе сказал да да ну то есть ответ дам на троечку так хорошо поехали дальше думаю может еще что покажу спросить но я думаю ты и так меня понял пересмотришь лекцию и конспект перечитываю перечитываю просто на кэше часто не зналился как будто бы как будто бы вот так я же говорю каждый день одну тему прочитывая с конспекта ну не надо вот я тебе говорил что это будет что ты некоторые секции будешь пропускать конспекте типа то хер с ними я там и так все знаю а вот видишь уже забыл и ты мне называешь и логин пароль хранится в кэше и ты мне называешь что то что хранится в local storage и тоже в кэше называются и ты забываешь про браузер кэш а в основном на собеседование хотят услышать браузер кэша потом уже вот эти продвинутые штуки о которых ты начал рассказывать так ну короче меня чуть бомбанула сейчас ноги не ну ответил на троечку ну как бы плюс-минус я думаю прошел бы но и поехали дальше следующее теоретический вопросик до связи между таблицами в сql какие знаешь один к одному и давай я запишу для тебя давай шарс мы имеют у меня не злойки ванта майне ты еще назвал на ритула надо вон это одно и то же не нравится да ну хорошо и ванта ван ванту ван хорошо еще какие то есть связи у нас до минимально достаточно как будто бы в общем нет мне еще в голову почему-то приходит что между таблицами еще может вообще не быть связи да ну я я вот что-то да ну как бы а почему не рассмотреть такой кейс дамы что стировщики надо но релэйш не нам почему вы не так хорошо и хочу от тебя по примерчик услышать на то что ты назвал любую тематику можно же было веселее тематику то стандартную страны города страны города президенты школы давай школы школы учителя ученики кто там еще директор школа директор и школа и все записал хорошо мы нет меня это сейчас это школы хотя нет не так будем это класс класса то есть какие-то вот классы и еще какие-то классы и не о все прикольно вроде звучит классы и учителя то есть в разных классах могут быть преподавать предметами лекции как пример подходит до дальше ван ту мэне берем примера то же самое ученик клан сейчас ученики и класс ученики не могут быть в классе соответственно нужно пасе будет это определенные ученики но намного нужно ван ту мэне один пас многим ученикам и ван ту ван это директор и школа директор и школа а где-то так быстро с кель въехал ваши лекции неплохо да ведь я тебе называю просто примерку это от фонаря да но я вижу что до тебя дошло вот это вот вот эти связи потому что они часто кому-то не доходят так хорошо мне до связи нет да ты такой ходишь бутылки собираешь хорошо неплохо слушай вам мне прям понравилось молодец вещи с примерчиком и ты говоришь назвите мне сами какой-нибудь пример то есть на собеседование хорошо вести диалог то есть я сам уже как интервьюер я такой я не знаю что тебе подсказать а потом ты сам такой может школу я такой то давай школу так это заготовочка домашняя была со школой хорошо хорошо окей давай еще к этому теоретическому вопросику рассмотрим вот эту диаграмму как называется схема схема тут схема yes схема yes это у нас такие вот эти связи хорошо какие связи ты тут видишь на эту диаграмму сейчас посмотри внимательно я вижу так 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 это вот на скол переводит звонок и просто река за ног до звонок сотрудники и кастомеры это я так понимаю пасами да а так хорошо мы здесь как будто вот я вижу айгишечка раз и нишечка там здесь есть первинный ключик и а внешне включить не вижу это праймер и ливанки а вот красоты вижу что он там там есть а какой изначальный вопрос мой был что я вижу какие связи какие связи согласен ванту 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 мэйни по шанку дальше идет трудно мне давай как связаны между собой давай уточняю вопрос да уточняю какие конкретные таблицы вот какие конкретные таблицы вот вот хороший вопрос отличный вопрос я это тебе и хотел подсказать employee и call какая связь между таблицами сейчас смотрим раз как будто бы ванту ван ты должен в голове думать у тебя две таблицы одна таблица employee работник вторая таблица call звонок employee может сделать сколько call of много call of один звонок на одном звонке один и по его анту мэйни да так хорошо как между собой соединены таблицами таблицы employee и кастомер я не вижу что они были соединены но они соединены по сути через вот эту табличку через call да да окей но видишь ты смысл и кастомер а все паста на ради посмотрел а основные и адрес ванту мэйни должен по и ван а мы не пастомер уж и сотрудник один на у него будто бы а хотя не наверное ван ту ван пусть тут один адрес одни данные хорошо то есть мы как правильно приводится клиент клиент а все значит ванк мэйни один сотрудник на много клиентов хорошо один клиент может обратиться к одному сотруднику дозвониться потом другому сотруднику дозвониться возможно теории наверно может но вот допустим это у нас значит контактный центр но это более уже такая теоретически и практическая задачка да я тебе задал смотри теорию ты ответил сам примеры привел видишь три таблицы смотрю в книгу вижу фигу сожалению то есть больше практики швоза время да и больше понять голове ну то есть не обязательно даже иногда смотреть на сами таблицы а просто в голове представь звонок уточни у меня что это за эмплои да я тебе скажу это вообще контактный центр у нас центр поддержки и ты в голове такой работник звонок клиент клиент может дозвониться к нескольким работникам один работник может с несколькими клиентами работать так ага вот это колл это промежуточная табличка или как мы ее там еще называли intermediate на лекции да соединяющая intermediate вот ну то есть надо это в голове представить да со школой ты примерчики хорошие привел и ты в голове представляешь так это сюда это сюда ну то есть базами тебе нужно больше практики с базами больше про это сто процентов прошлый раз со сквелем у тебя буксир включился этот раз вот с табличками ну в принципе ок смотри для джуна ок но ты понимаешь у меня мне хочется да мы идем в мидлы да находится сразу в мидлы так поехали практический вопросик мы кстати нормально держимся мы записываем видосик 30 минут отлично практическая задачка какой бы ты составил чек-лист по данному функционалу мы не берем что это прям сайт мы берем по данному функционалу вот что вижу то нужно то нужно чек-лист составить давайте уточнять что это чему это зачем-то картинку мы тестим или конкретно продуктами тестим или то что их можно заказать вот пожалуйста у меня пистолет так пистолет можно доставать верю так красного а то будешь как лёха сейчас перед лекцией с иван ты еще не расплавился нормально держишь список вот это список товара страничку вопрос опять-таки мы тестируем по популярности фильтры тестируем ты ты мне скажи ты же чек-лист составишь что ты меня спрашиваешь я project manager я хочу чтобы ты эту страничку тестировал поехали короче там разберемся да потом опять сейчас ваня ты требования не уточнил пистолет это недостаточно нужен автомат я пьем с опытом меня пистолетом не возьмешь я понял ну погнали берем сверху вниз первое сортировка фильтра вот так ну проверим у нас их немного поэтому как будто бы можно и каждая нажать по популярности по дейсне цены по зменшению цены новые зерва то есть все эти четыре ряд хорошо в чек-лист все у нас виртуальный чек-листа бы записали сортировку по всем пунктам да единственное что здесь будто бы надо бы посмотреть по популярности это что означает не совсем понятно для меня вот как обычному обывателю обывателю это отзывов много или что это популярности как часто открывают товар как часто открывают товар ну окей но значит нам нужны данные как часто открывают товар хорошо ты же тестировщик там в базу по закидываешь себе данные допустим упустил этот момент хорошо так фильтры проверили фильтры что он у нас все корректно отображается слава рыбади не надо покупать фильтры и сортировку сортирование сортировочку да хорошо допустим дальше мы посмотрим корзина давайте начнем с самого низа корзина что товар добавляется корзину конкретно этот товар добавляется не какой-то рандомный да и что он просто пишем добавление товаров корзин будет товар тоже ценой все это счастье хорошо следующий момент цены вот я бы еще проверял цены скидочки корректность скидки там или что-то такое ну окей то запишем это как цены и отдельные скидки два пункта чек-листа давай скорее будет так и далее чуть-чуть выше идем расстрочка но это можно либо к ценам же добавить либо же отдельно вынести . на товар уж они на всех товарах я здесь вижу должно быть или не должно быть я не знаю поэтому нужно смотреть будет требования смотреть как оно должно быть дальше наименование товара хорошо наименование товара то есть что он соответствует картинкам опять-таки требования полез пошел так следующее код товара пошел вот каждого товара из код я вижу хорошо нужно посмотреть что оно да хорошо дальше чуть чуть выше картинка соответствует для товара если картинки товара потом вот это сердечки ну значки вот сердечки добавление вызданное и прочее прочее дальше чуть выше значок весы это у нас сравнение товаров весы хорошо да потом не совсем понимаю что это мы слышим за знышками это что-то тебе приклад про акция какая-то ну и запишем акция в чек-лист баннер акции допустим так баннер акции ну смотри да вот чек-лист и смотри я его так себе записывал просто еще потом не забыть принципе он давай давай даже так сделаем смотри принципе мы эту форму уже заполнить запомнили с тобой если что вернусь назад а сейчас я распишу то что ты говорил смотри поехали что у нас то было первая сортировка да давай я вот так нам же нужно тренироваться на английском соркинг байс 1 2 3 4 да ты сказал там ну да разные варианты пускай будет хорошо потом корзина ого корзина будет бэскет корзина потом цены скидки салис дискаунт дискаунт это цены ага рассрочка таким напишу и рассрочка кредит 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 да 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 рассрочка title name да товара ну потом картинки код из соответствий код код товара да и мариха избрана это фейворит фейворит потом что еще было весы ой как же весы будет может атак неважно и энд про промо хорошо смотрим где-то все дело давай я сейчас текст подвину влево мне это проще так хорошо и здесь просто очистим немножечко так хорошо теперь смотри в принципе как для чек-листа неплохо давай я тебя еще подтолкнул я хочу протестировать функционал вот все пункты да да вот просто вот что тебе еще в голову приходит какие пункты еще мы можем чек-листить вот еще вспомнил 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 то есть мы нажимаем на товар на название информация отобразится отображение полная информация по клику потом картинка увеличилась она дальше дальше сейчас мы секундочку телеграмм выключат миллионы женщин пишут это нормально спрашивать что-то иван айтишников стал до фанатки говорят видели тебя на ютубе иван они мне уже там скидывают слава богу нет старая история что еще что еще функционал ну что мы можем добавить товар корзину дальше его купить туда мы уже не идем вот у нас это скажи что мы можем ознакомиться больше с товаром посмотреть больше не про него информация после этого достаточно так же функционал это сортование ну она уже была названа увеличение цены уменьшения давай смотри давай попробуем какую-нибудь технику тест-дизайна применить мне этого было просто я чек-листам послевременности писал техники дизайна поэтому это говорит о кейс но первым не здесь о чем это что все время общались по факту что делать клиент что он нажимает это счастье также здесь эквивалент не можно применять значение можно применять применим окей для чек-листа нужно время для чек-листа на поле или не важно you tell me что именно окей примеру еще увеличился накал страстей я понимаю тун-тун-тун хорошо если анализ граничных значений по мы попробуем примеру а выбрать нажимаем сортование популярности смотрим то есть первые товары последний товар примеров отображает вот и любой товар будет эквивалентно и пути звучит не очень но будут объектовали а также можно эквивалентно применить по-другому проверить популярности на визу арку на визу любое серединке можно проверить и на это всего 4 но тем не менее а что еще что еще что еще можно здесь разрисовать диаграмму красивую как будет выглядеть зачем рисовать как она тебе поможет чек-листа у нас задача чек-лист написать recorder попробую какую-то технику это из дизайна применить чтобы что-то добавить нам чек-лист я просто мы чуть-чуть детализировать чек-лист мы не выпусти зовут я понял господи здесь можно применить нет смотри давай так нам не нужно применять технику тест дизайна нам нужно пункты чек-лист добавлять и ты можешь подумать применяя какой-нибудь ты сейчас можешь какую-нибудь технику тезайна у себя в голове продумать и такой а вот этот пункт чек-лист сейчас добавим я не понимаю что ну хорошо видишь не получилось не получилось мне тебя подтолкнуть окей ничего страшного сейчас разберем причина следствия как будто бы здесь удобно причина выбираем кликом по нему средствам добавляется в корзину ну окей хорошо не получилось сейчас я объясню что я хотел как я тебя хотел подтолкнуть так хорошо ну вроде бы такое основное написали смотри давай еще добавим то что ты называл увеличить zoom in и мать и ты еще называл детали товара посмотреть до продукт details тоже вполне валидный кейс так хорошо давай теперь мой фидбэк по этой задачи первое основное и это вы повторяете собеседование алексей скажи что это вначале чего не хватит вопросы вопросов вообще не было вот просто их не было вот и переслушаешь как ты отвечал вопросов иван просто их не было ты меня хочешь спросить как тестировать вот един да вот я не понимаешь для этого для этого мы и проводим вот эти собесы для этого ты тестовые делать чтобы разбираться вот это опыт смотри вот ты начал сразу сортировки nokia сверху вниз пошел тестировать а потом почему-то снизу вверх начал подниматься ну такая ну окей пускай будет прикол да я даю такую штучку должна вот это протестировать у нее насколько вот например если это она она допустиметь себя потом надо и 400 работы ну да ну тут вопрос не что тестировать ты как тестировщик решают что тестировать так лёха отвалился у женщин критическое мышление ну видишь но она как ребенок она как ребенок смотрит на эту кнопку такая а вот это вот это мы думаем что мы все да да вот иван то есть ты сам ты сам все додумал ты меня не спрашивал ты сам все задумал окей а единственный вопрос я такой думаю наконец-то я сам спросил вопрос по популярности что означает по популярности товар я тебе ответил да то есть это сколько раз на товар переходили вот его популярность меняется все окей по сбейшению цены понятно сменьшению цены тоже понятно но виз вверху хорошо там считая можно спросить там считается дата либо дата и время либо мы можем товар добавить давно а потом как нибудь там поменять какой-то поле то есть по какому полю в базе данных вот эта сортировка происходит можно спросить потом мы хотим спросить как тестировщики а что если мы отожмем по популярности будет ли вообще какой какая-то сортировка применена и какая потом мы хотим спросить когда мы первый раз открыли сайт какая сортировка здесь стоит потом мы хотим спросить а мы можем сразу несколько сортировок применить вот это и вот эту или может сразу все можем применить если мы сразу все можем применить то какая в приоритете потом мы хотим спросить хорошо если по популярности два товара У них одинаковая популярность, либо одинаковая цена, либо одинаковая цена, либо одинаковая дата публикации. Какой товар будет сверху? Потом мы хотим спросить. Это мы только вот это, вопросы только по вот этому. Я сейчас спрашиваю, видишь? То есть есть что спросить. Потом я хочу спросить, если я нажму по увеличению цены, если я перейду на другую страницу аналогичную, у меня останется этот фильтр или нет? Если я перезагружу страницу, он останется или нет? Вот эти вопросы я хочу слышать от тестировщика. Это нормально, это приходит с опытом. Так, если еще какие-то кейсы есть, то напишите в комментариях. Вот это зашло. Да, нормально. Так, теперь идем дальше. Окей, ты дальше пошел тестировать корзину. Ты сразу тестируешь, а я хочу вопросы слышать. Я хочу вопросы слышать. Что будет, когда мы нажимаем на корзину? Что, когда мы уже добавили товар в корзину, как тут будет отображаться? Можем ли мы несколько товаров, несколько раз добавить его и добавится ли он в корзину несколько раз? Вот эти вопросы я хочу сказать. Как нам убрать товар из корзины? Если мы два раза нажмем, то он уберется с корзины или что с ним будет? Или два раза добавится сюда? Что будет? Будет ли у нас какой-то попапчик после нажатия на корзину? Либо нас перекинет на новую страницу, либо нам тут вот такой вот большой покажет, знаешь, на полстраницы. Вот, что будет, что будет? Вот эти вопросы хочу слышать. Потом дальше ты идешь. Цена. Ну как тестировщик, hello. Техники тест-дизайна ты хочешь переменить или нет? Вот они зачем. Техники тест-дизайна, ты спрашиваешь, минимальная, максимальная, там вот это вот все. А что если ноль? А можно ли после запятой писать еще там копеечки, либо нельзя? Есть ли какое-то округление цены и так далее? Так, сочетировка. Ну, подспрашиваю, да, минимальная, максимальная. Валюта. О, вопросы по валюте. Какие у нас вообще есть валюты на сайте? Как их можно поменять? Есть ли где-то кнопка на сайте, чтобы поменять валюту и меняется ли тогда цена? Какой курс валют, если у нас меняется цена и вот это вот все? Вот вопросы, видишь? То есть просто вот этот вопрос, создай чек-лист, он рассчитан на то, что ты миллион вопросов будешь задавать. Пока ты будешь задавать эти вопросы, интервьюер такой, фу, нет, он просто задолбал меня. Десять минут вопросы задает. Потом дальше идем в следующее поле. Так же самое. По техникам тест-дизайна спрашиваем, что если вообще нет вот этой скидки, что если она есть, как она отображается, какая минимальная цена скидки, максимальная, там может ли скидка быть нулевой, может ли быть, что если скидка больше у нас, чем товар в базе данных, ну вот, например, такой кейс, да, негативный. Потом рассрочка. Хорошо. Ну тут мы уже понимаем, что может быть рассрочка, может не быть рассрочка. От чего это зависит? Как это подключается? Какие банки? Как считается вот эта сумма 85? Вот как она считается, ты знаешь? И я не знаю. Ты можешь логически подумать, да, что это на 12 месяцев оно раскидывается. По 85 ривен в месяц. Окей. Можем ли мы изменить, что это не в месяц будет, а раз в полгода, раз в три месяца поменять вот это? Ну, то есть, видишь, я цепляюсь за каждую. Будет ли всегда такая картинка, либо если мы меняем здесь, не знаю, какое-то значение, то картинка поменяется. Дальше. Название вот здесь я хочу применить, техники тест-дизайна, опять же, аналогично, я уже просто не хочу повторяться. Ну, я понимаю, сколько символов и прочее, прочее. Да, да. Это я уже лезу больше в одно место. Ну, то есть, просто я вот беру, видишь, опять же, каждый элемент, и по каждому элементу спрашиваю. Потом вот этот элемент. Потом я хочу спросить, почему вот этот элемент не совпадает с вот этим? Где вот это хранится там, а где вот это? Почему они отличаются? Какая максимальная, минимальная длина зарядки? Там, ну, вообще, вот глобальный вопрос еще хочу спросить. Смотри, у нас есть вот эта форма, тут четыре товара. Я как тестировщик хочу спросить, а что если ноль товаров будет вообще? А что если один товар? А будет ли сортировка отображаться, когда у нас ноль товаров, либо один товар? Какой смысл? А что если у нас 50 товаров? Есть ли у нас какая-то погинация там внизу, или что-то такое? Либо они все будут грузиться сразу. Да, либо у нас есть infinite scroll. Что скроллишь, и оно подружается. Что еще? Ну, окей, мы не спрашиваем, тут есть ли какая-то фильтрация и так далее. Это уже выходит за рамки этой формы. Минимальное, максимальное количество этих. Да, потом добавление в корзину, окей. Потом нажатие, ты сам додумал. Видишь, ты много чего сам додумал. Откуда ты знаешь, что вот это добавление вызвано? Ты не спросил. То есть это ты сам додумал. А может это просто мы лайк на товаре ставим, и потом по популярности оно меняется, либо что-то еще. Просто лайки товара ставили. Ну, проставили лайки и все. Весы. Вот ты знаешь, что это сравнение товара, а Вася Пупкин не знает. И вообще там наши менеджера добавили какой-то другой функционал вот здесь в сравнении товара. Просто вес устройства. Вес устройства, вот. Ну, почему нет? Ну, то есть ты не уточняешь, ты не знаешь. Потом код товара. Это уникальный код каждому товару, либо могут когда совпадать по товару. Картинка. Что будет по нажатию на картинке? Ну, вот видишь, вот миллион вопросов, и это еще далеко не конец. Которые ты... Я в следующий раз по-натону застежил. Да, не задал. Да, да. Но опять, тот же, те же проблемы ты видел у Алексея. У себя. У себя. У Ромы. Сегодня еще раз у себя. Да. То есть нужно учиться. Так, что еще? Потом я тебе сказал, Иван, давай попробуем какую-нибудь технику тест-дизайна применить. И ты такой... Ну, все хорошо. Так, хорошо. Алексей, согласен с моими комментами по вопросам? Да. Вот, видишь, те же самые ошибки. Я согласен у всех. Своей головой согласен. Потому что хотя бы я тоже знал, какие вопросы подозревать. О, видишь, да. То есть я вам домашки, вот Алексею и Роме, я дал домашки написать, сколько? Пять чек-листов. Я уже раз. Ну, вот сегодня седьмой раз я подозреваю меня. Вот, ты постоянно улучшаешь чек-лист. Вот, да, да. Это постоянный процесс. Ты смотришь на чек-лист, через день ты такой, ой, нет, что-то не то. Ты через месяц на этот чек-лист посмотришь, и ты вот так за голову возьмешься, фейс-фоп словишь. А через год, через два, через пять лет, то вообще. Ну, вот это и есть развитие. Так, хорошо. Поэтому нужно больше практики, Иван. Фидбэк даю тебе в целом. Окей, уже лучше, чем на прошлом собеседовании. Там какая-то задачка была, там вообще плохо ты, плохо, плохо. Вот, уже чуть-чуть лучше. Но, опять же, ты сам додумывал требования, угадывал, предполагал. Не было вопросов по негативным кейсам каким-то, по граничным значениям. Ну, вообще, вот я тебе говорю, примени технику тест-дизайна, а ты ее лепишь вообще не туда. Я тебя просто подталкиваю, чтобы в чек-лист мы можем вот это вот подобавлять побольше пунктов. Не обобщенный такой чек-лист сделать, а немножко его детализировать. Ну, окей. Ну, а так, в принципе, все основное понятно, да? Тут смотришь, добавляешь чек-лист, смотришь, добавляешь чек-лист. Все. Ну, да. Да. Тут ничего сложного. Ну, окей, мы еще хотим спросить. В следующий раз я вам позадаю вопрос. Готовьтесь, будет 33. Да, я сейчас хотел еще накидать кейсов, чтобы я поспрашивал по этой форме. Ну, окей, уже не буду. Полезали дальше. Оставим еще на будущее. Полетели дальше. Так, ну, такой у нас чек-лист получился. Ну, в принципе, пойдет. Бонус вопрос от Алексея. Алексей, вам слово. Виды и типы тестирования. Бышленко спрашиваешь, пусть расскажет. Так, чтобы отстежилась у него голова. Так, Лайрон повторите. А, в английском. Да. Типы тестирования. Виды. Типа. Типа. Типа, виды, типа тестирования. Да, вот это. Окей, поехали. Есть у нас функциональное и нефункциональное тестирование. Ну, окей. Я просто жду, напишу, так красивенько, чтобы было. Как они там? Not functional, unfunction, блин. Как они там? Я только украинском языком. Я только украинском языком. Ну, окей. Функциональное и нефункциональное виды тестирования. Функциональное это тестирование UI. Это тестирование безопасности. Подвесные соседи, так скажем. Он их туда относит. Ну, окей, да. Так, нефункциональное виды тестирования. Это все виды, во-первых, перформанс-тестирование. Угу. Что там еще? Много данных. Это воли. Про пользователей. Много данных. А это воли и есть. Стрессов, воли, лот. Еще одно. Как минимум. Алексей, если ты видишь, еще одно. Криэликсей. Ну, что? Еще одно. Функциональное? Нет, перформанс. Так. Стресс. Стресс, в этом, лот. Такой на культуры смотрит. Чих-чих-чих-чих-чих-чих-чих-чих. Я просто реально сам увидел. Услову, вы каждый день не там. Ну, окей, да-да, самореклама сейчас будет. А, ну, оставаться? Может, показать, что? Стабилити. Стабилити. Стабилити, релайбилити. Стабилити, да. Нет, это я помню. Я просто думал, что может, это же к этим трем что-то есть. Типа, лот, стресс, волюм, и думал, может, что-то еще там. Ну, да. Ну, долги. Все, я понял. Окей. Стрешите, пожалуйста. Окей, хорошо. По перформансу отправились. Да, также у нас есть связанные с изменениями видов тестирования. Потому что там пофиксили. Хорошо, давай больше по функциональной и нефункциональной. С видами, связанные с изменениями не будем разбирать. Блин, самая любимая тема. Ну, ладно. Что конкретно? Нефункциональные виды тестирования. Нефункциональные виды тестирования. Опять-таки, что именно? В чем разница стресс и волюм? Не, не. Кроме перформанса еще какие-нибудь. Стабилити, реабилитейт, получается? Это сюда же. Тестирование установки, сборки. Окей. Это installation. Installation. Установки. Тестирование. Блин, как будто бы основное. Потому что, что я не полезу, связанное с изменениями. Вот, будто ты, как вот, тестировал удобство пользователя через виски. На чем-то тоже похоже. Ну, окей. Алексей, что скажешь по ответу? Ну, надо повторить. Я сам шокер, что я забыл. Стабилити, реабилити каждый день читали. Блин, это что такое? Это мелочь, что ли? Не, ну как? Просто надо повторить и все. Ну, да. Ну, то есть тут, ну, вопрос провален. Вопрос по базовой теории тестирования провален. Так, хорошо. Алексей, спасибо. Провален, я не всем понимаю. В чем провален? Окей. Какой он не знаю. Файл new incognito window. Сейчас сделаю вот так. Опа, красиво. Захожу на правильный сайт. Доправильный кодей. Смотрим. Functional. Смотрим нефункциональное. Installation, usability, failover, configuration. Вот эти назвал, вот эти не назвал. Interoperability не назвал. Functional, some functional не назвал. Functional. Идем дальше в Google. Non-functional test types. Бум. Заходим на любой сайт. На первый. Load, stress, volume, security. Окей. Upgrade, recovery. Hello. Провален так провален. Я с вами согласен. Все вам понятно. Да. Не, я просто... Смотри. All non-functional test types. Order types, non-functional. Бум. Ладно. Вангу еще здесь будет куча. Availability, reusability, usability, efficiency, flexibility, portability. Во. Пожалуйста. Их можно до 200 штук насчитать. Ну, а можно и больше. Я вас послушал. Я вас понял. Я вам говорил, не ограничивайтесь одной статьей Илариона. Ну, и тот, и все здесь не назвал. Ну, половину назвал, окей. Основные. Так, хорошо. Хорошо, Алексей, классный вопрос, потому что он нам доказывает, что теории тестирования никогда не мало. Ну, я имею в виду, что учить, да. Повторять, учить. Ее всегда нужно повторять, учить. Это скучные вопросы, они задалбывают, это забывается, но это нужно постоянно повторять. Алексей, за вопросик лайк. Так, хорошо. Это не я лайки даю, это два пацана кидаю. Бум. Да. Так, хорошо. Домашечка, Иван, понятно какая, да? Просматриваешь эту лекцию и пробелы повторяешь, да. То есть не надо ничего нового учить, просто не тупить в том, что уже есть и осознавать это. Так, хорошо. Ну, и теория тестирования, ну, hello everybody. Так. Михаила не хватает. Давай, давай, да? Двигай телом, зажигай, да. Так, хорошо, фидбэк. Поехали, фидбэк. Он сейчас сзади выпрягнет. Миша, выпрягай. Не надо. Фидбэк, смотри, следующий. В целом сегодня, ну, в принципе, как и на том собесе, видишь, а вот если бы не заводил вот этот вопрос с Лехой, то было бы лучше. А та... Я даже думаю меньше, если честно. Не, ну, на четверочку нормально. А, ну, хотя вот этот практический вопрос тоже слабенько. Ну, такой... Не знаю. Давай по стабальной системе. В универе по стабальной системе. Я бы тебе так... 75 из 100, да. 70, 75 из 100. Да. Ну, то есть, это так. Четверочка с минусом. Хорошо, фидбэк следующий. Do not hold your head. Не держи свою голову вот так. Ты начинаешь заварить, вот так. Да, вот, блин, я ничего не могу понять, если честно. Разобрать четкость твоей речи. Да. В прошлый раз ты... В прошлый раз ты лицо трогал, вот ты его задолбал. А сейчас, ну, тебя очень намного хуже слышно, когда ты вот так вот делаешь. Когда ты вот свободно разговариваешь, тебя намного лучше слышно, ты намного увереннее себя сам чувствуешь. Вообще, ну, в идеале стоять, конечно, но это уже как получится. Потому что, когда ты стоишь... Я в прошлый раз хочу стоя, но я не приду к этому. Ну, вот. Так, хорошо. Так, 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 так. Не знаю, в этот раз хотелось бы больше позитива, но сегодня у меня плохое настроение, поэтому такой собес у нас... Я старался. Да, да, да. Это уже себе путь. Да, да, это мне уже надо. Делайте. Да. Так, хорошо. По уверенности, в принципе, все меня устроило. Теория тестирования. Теория тестирования. Типы тестирования. Нужно повторить. Да, нужно повторить. Кэш. Кэш тоже повторить. Да, 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 да. Что еще? Ну, понятно. SQL это я тебе просто записываю еще с прошлой лекции. Вопросы, вопросы, вопросы. Да, да, да. Requirements. Requirements. Требования, да. Требования. Я не знаю, что я... Я обычно всегда добрый, охотник. Я всегда что-то такое просим. Так, давай просмотрим еще раз. Ретроспектива ответил. Local session. Ответил. Немножко в конце я тебя запутал. Это нормально. Status code. Ответил. Хорошо. Еще и с примерчиком. Еще и сказал, какой метод HTTP. Да, вот прям хорошо. Content type тоже хорошо. С кэшем, ну так, на четверочку. Потому что, опять же, сумбурно. Да, он заразировал. Сумбурно. Да, что-то забыл. Вот. Нужно поработать. Так, здесь вообще отлично ответил. Здесь немножечко на понимании вопросик был. Чуть-чуть сложнее тебе было уже, видишь? На английском чуть сложнее из-за этого, да. Извините. Да, да, да. Да, да. Потом здесь так же само. Вопросы, выяснения требований, применения техник тест-дизайна к вот этой форме. То есть, вот просто все примеры, блин, в интернете по техникам тест-дизайна, это вот у вас есть одно поле, вот у вас есть второе поле, вот кнопка, вот минимальное, максимальное значение, лупим туда какие-то символы. Вот и все техники тест-дизайна, вот и все примеры. Поэтому, ну это нормально, что, ну, да. Есть над чем работать, есть к чему стремиться. Так, чек-лист, ну в принципе, ну похоже на чек-лист, нормально. Ну понятно, здесь можно детализировать, все больше расписать. Это мы записали, да. Ну, то есть, в принципе, вот 75, я думаю, заслуженно. Спрашиваем. Так, мне только 76. Думаешь? Давай. Я думаю 76. Без B. Так, хорошо. И ретроспективка. Нервы. Я не видел у тебя сегодня нервов. Ну, то есть, я видел, ты немножко волновался, когда я давал критику. Ну, потому что у меня жесткая критика, на собесе обычно тебя так не испытывают. Зато потом на собес ты залетаешь такой на изи. Все. Да. Да. Ты сегодня не, ну, тебя не трусило, не колбасило, все хорошо. Ты сегодня нигде ничего лишнего не сказал. Это так называется, да? Да, ничего лишнего не сказал. Да, это хорошо. Говорить я не знаю, ну, просто сегодня такой ситуации у нас не было, по сути. А, и еще. Диалог. Ну, да. Вести диалог. Вести диалог, то есть, ты что-то спрашиваешь, я тебе отвечаю, видишь. И мне понравилось, ты меня по SQL спросил. Скажите мне какие-то примерчики, и я вот-вот вам классно разрисую примеры со SQL связанных. Так, хорошо. Говорить я не знаю. Да, сегодня ты ни разу не занизил себя. Типа, ой, то я там затормозил. Ой, там ошибка в голове, что там еще было. Ой, то я учил, уже забыл. Ну, не надо. Не надо себя недооценивать. Так, хорошо. Говорить я не знаю, у кого сегодня просто не было. Спрашивать вопросы. Тро требования. Hello. Ты смотрел прошлый видос до конца? Там просто у одного блондина такой сидел, отвечал. У него там такой звук был просто. А, у тебя. Да. А сейчас покажи петличку, подарок на Д. Ребят, не буду говорить, что подарил, спойлерить не человек просто подарил мне на месяц раньше, чем мне день рождения. Поэтому сказал, что еще микрофон будет, прикиньте. Да, да. Так, хорошо. Спрашивай. Что? Под видео ссылку на обзор блокнота. А, или в конце, в конце скинуть обзор блокнота, да? Ну, да. А потом что сказать? Вы в комментариях так часто спрашивали, какой же там Ивану блокнот подарили. Ну, там круто. Я один. Да, да, Леха спросил. Так, хорошо. И SQL, шоу тебя каждый день занимаешься? Вчера последние два дня не занимался, потому что у меня тестовая была, надо было максимально быстро сделать. Но до этого уже прошел процентов 70 от сиквел болта, болта. И в этой скул тоже больше, почти все прошел. Там попроще, но не понятно. Угу. Вот. Так, так, так. Задачки еще ваши, которые тогда еще сдавал, до них не доходил. Ну, короче, работаешь на SQL, да, хорошо. Может, через сабесик проверим. Или через два. Так. Ну, в целом. Да, в целом у меня все. Я думаю, ретроспектива тоже полезна. Ну, хорошо. Делал, окей. Плюсы ставлю. Ну, неплохо, да? Ну, вот это вот основное. Спрашивать требует. Ну, нормально. Работа над ошибками проведена. Видишь? Полезно. И видишь, какой смайл классный. Получилось так? Да. Делаем на память скриншотик. Сейчас. Давайте, скажите. Ну, я даже моргнул, но я сохраню его все равно. Так. Что у нас получилось? Вот такая вот красота. Классно. Попа, вот сюда. Классно? Все, вы говорите какие. Получается классно. Да. Ну, все. Полетели. До новых встреч. Леха, можно будет цепкинуть с видо до даты? 1, 2, 3, 1, 2, 3. А, да. Блин, видос придется резать. А вы не режете, мы тут пообщались с еще такого, все нормально. Да, да? Окей. Тогда сорян, если я не обрежу, то минус минута времени жизни у людей. Стрелять, да? У меня пистолет подстрелил, если что. Леха, держи, да? Правильно. У Ивана за счет этого вопроса он уже стал напогателем. Да, да, да. Они мне уже там скидывают. Хотел сказать дикпить, но слава богу, нет. Лысого тебе, а не два подарка еще через месяц. А, с брата.